МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекомендовано вернуть банные льготы. Речь идет о бесплатном посещении бань для многодетных семей, которые живут в неблагоустроенных квартирах и домах. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Готовность избирательных участков к предстоящим президентским выборам. Этот вопрос стал ключевым в ходе заседания комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. О подготовке избирательных участков к единому дню голосования 18 марта 2018 года и обеспечению безопасности во время проведения выборов доложили руководители профильных структур и территориальных подразделений федеральных ведомств. Как доложил участникам заседания глава окружного избиркома Георгий Попов, дислокация избирательных участков определена и меняться не будет. На сегодня это может произойти только в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, отдельные избирательные участки Ниньского округа с сегодняшнего дня начали оборудовать системой видеонаблюдения. Подрядчиком выступает Ростелеком. К 1 марта оборудование протестируют и сдадут. Эксплуатируется у нас будет видеонаблюдение в двух территориальных избирательных комиссиях города и, соответственно, Заполярного района. Это Ленин на 12 и Губкин на 10 по этим адресам. В избирательной комиссии Ниньского автономного округа по Алиной 25 видеооборудование не устанавливается и видеооборудование должно быть смонтировано на 5 избирательных участках. Это один избирательный участок, номер 37, территория поселка Искателей, школа номер 6. И на территории города это избирательные участки 41, 42, 43, 44 и 48. Всего в округе 51 избирательный участок, 11 на территории города, 5 в поселке Искателей и 35 в селах. С 15 марта на всех участках будут проводиться обследования на предмет безопасности сотрудниками Росгвардии совместно с ФСБ и МЧС. Сегодня на обеспечение правопорядка и общественной безопасности планируется задействовать более 100 сотрудников управления, более 30 военнослужащих и сотрудников отдела Росгвардии, 3 работника частных охранных организаций. В отдаленные населенные пункты округа, где нет участковых и полномочных полиции, для обеспечения охраны порядка будет откомандировано 20 сотрудников управления. Алгоритм уже отработан, проблем с этим не будет. Также в округ будут отправлены два специалиста-кинолога со служебными собаками для обследования участков на предмет взрывоопасных веществ. На период проведения выборов подразделения МЧС России по НАО будут переведены в усиленный режим работы. О проверках на предмет пожарной безопасности мест, куда жители НАО придут на выборы в единый день голосования, доложил первый замначальника МЧС России по НАО Владимир Антонов. 24 объекта у нас проверены. Из них в рамках плановых проверок избирательных участков проведено 5 проверок. И в рамках профилактической работы 19 избирательных участков у нас проверено. Основные вопросы, которые возникают проблемные, это, соответственно, пути эвакуации, это огнетушители просроченные, и, соответственно, резервные источники питания. Как мы знаем, что каждый избирательный участок должен быть оснащен резервным источником питания. С 25 февраля все участковые избирательные комиссии начнут работу и будут принимать заявления от избирателей по месту нахождения. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Окружные депутаты поддержали федеральную инициативу, направленную на поддержку коренных малочисленных народов «Севера». Проект разработан Комитетом Государственной Думы по делам национальностей по поручению президента России Владимира Путина. Законопроект касается механизма компенсации ущерба, нанесенного коренным малочисленным народом, в том числе связанного с добычей природных ресурсов. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, территории Севера, Сибири и Дальнего Востока России являются важнейшими стратегическими регионами и рассматриваются как высокоперспективные регионы с точки зрения освоения природных ресурсов. В то же время на них проживают коренные малочисленные народы, которые сохраняют на протяжении многих тысячелетий образ жизни, культуры и традиции. Интенсивное освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока противоречит укладу жизни этих народов и приводит к ухудшению состояния окружающей среды. Законодательством же не урегулирован порядок возмещения убытков от хозяйственной деятельности организации в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов, перечень которых утвержден распоряжением правительства Российской Федерации за номером 631-Р. В этой связи законопроектам предлагается закрепить нормы, позволяющие правительству Российской Федерации утверждать порядок и методику возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам, в результате нанесения ущерба, их исконной среде обитания, хозяйственной деятельности организации всех форм собственности, а также физическими лицами. Окружные депутаты единогласно поддержали федеральную инициативу. Проект закона будет рассмотрен на сзадании профильного комитета Государственной Думы в марте 2018 года. Газификация сел, безработица, проблемы с интернетом. Эти и другие вопросы глава региона обсудил с активом Совета ветеранов войны и труда Ненинского округа. За два часа Александр Цибульский ответил на десятки вопросов, которые волнуют пожилых людей, и поддержал ряд инициатив, высказанных в ходе встречи. Будущее Ненинского округа за молодежью. Поэтому вопросы образования и трудоустройства ветераны округа ставят во главу угла. Отмечая, что нефтяные компании неохотно берут на работу местную молодежь, ссылаясь на отсутствие образования и северные надбавки. Здесь надо открыть филиал для того, чтобы готовить своих нефтяников, биологов, инженеров и так далее. После этого можно будет строить какую-то базу для них. Понимаете? Тогда будут брать и руководители, и уко... По словам главы региона, переговоры с учебными заведениями и потенциальными работодателями уже ведутся. Кроме этого, работу в данном направлении нужно выделить в отдельный проект. Среднепрофессиональное образование Угтинский университет это, стоя вот в части образования, то такое стратегическое направление, которое мы обозначим. У нас нет высших учебных заведений, но я предполагаю, что мы вполне можем стать вполне конкурентным центром среднепрофессионального образования. Для этого нам надо просто материально-техническую базу и общее оснащение наших профессиональных образовательных учреждений привести до соответствия мировым практикам. Сегодня это WorldSkills, мы все это знаем, и это то образование, которое могут получать наши дети. Одним из предложений Совета ветеранов было разработать отдельную программу «Дети Ниньского автономного округа», которая бы регулировала государственную поддержку юных жителей региона. Данную инициативу Александр Цибульский поддержал. От вопросов образования перешли к газификации сел округа. «Мы живем на газе, но без газа. Я имею в виду, что сельские организации, особенно Нижнепечорье, которые то планируют, то не планируют. Когда идешь, например, по деревне, видишь, как бабушка или дедушка со слезами на глазах долубит каменный уголь, то не по себе становится, честно говоря. Я тогда был председателем Совета ветеранов военной труда села Коткино, и я пошел к председателю колхозу Коткино Павлу Гавриловичу. Давай поможем тем, которые одиночки». Тогда удалось поставить 8 электрокотелков в домах у одиноких пенсионеров в селе Коткино. Но возникла еще одна проблема – дороговизна электроэнергии. В связи с этим Совет ветеранов предложил установить газовые баллоны. По словам главы округа, «Газпром» в ближайшие годы не собирается газифицировать окружные села. По предварительным подсчетам, провести газ в села Нижней Печорье оценивается в 2 миллиарда рублей. «Конечно, «Газпромом» газифицировать наши поселки по Печорье неинтересно. Почему? Потому что там живет слишком мало людей, огромные капитальные затраты, которые они не смогут с точки… Я имею в виду с точки зрения коммерческого проекта. Этого проекта для «Газпрома», конечно, не существует. То, что вы говорите, вот эти трубы за сотни миллиардов долларов в другие страны, конечно, за счет того объема, который они продают, они потом эти инвестиции окупают. Я думаю, что цена газификации всех этих поселков значительно больше, чем 2 миллиарда. Значительно. Я специально, вот этот вопрос мы обсуждали, и сейчас наши специалисты считают, сколько это стоит. Ну, просто для того, чтобы понимать, потому что без цифр сложно разговаривать. Существует проект, не существует. По баллонам мне идея нравится. Я скажу вам честно, по баллонам это хорошее решение. Вопрос, по крайней мере, для бытовых вещей, чтобы это было дешевле, чем привозить там искомие из других регионов. Это можно посмотреть, и этот вопрос, по крайней мере, реалистичен как проект. Между тем прозвучало предложение поставить в селах резервуар с газом. Глава региона эту идею поддержал. Мир сегодня уже продвинулся сильно вперед, и технологии позволяют принимать какие-то иные, кроме линейных решений. Просто протянуть газопровод очень дорого. Но есть другие вещи, которые позволяют транспортировать газ в этом праве, либо в жиженном виде, либо под давлением, либо в баллонах, либо в синтетическом виде, переработанном в топливо, и так далее. Вот в это надо вкладывать, потому что это комплекс решит нам большое количество проблем, в том числе и в обеспечении такого рода экологически чистым топливом. Слюный пункт. Это проблема на повестке дня, в одних из приоритетных тех, которыми, по крайней мере, с точки зрения стратегического развития экономического, занимаюсь. Но газопроводом пока на это точно денег нет. Также ветераны предлагают расширить перечень в год на посещение бань. Мэрия в рамках оптимизации бюджета исключила право на бесплатное посещение бань для лиц, сопровождающих инвалидов, которые не имеют возможности мыться самостоятельно. В этом вопросе Александр Цибульский поддержал ветеранов и подчеркнул, что бесплатное посещение бань сопровождающими – это очевидная необходимость. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Бесплатное посещение бань должно быть организовано и для многодетных семей, которые живут в неблагоустроенных квартирах и домах. Такая льгота была отменена городскими властями в 2016 году. Между тем, на встрече с губернатором представители многодетных семей поднимали вопрос о возможности вернуть эту льготу. По словам Олега Белака, деятельность городских бань на сегодняшний день является убыточной и введение дополнительных льготных категорий на получение этого вида услуги бесплатно усугубит ситуацию. Только за прошлый год убыток от деятельности бань в городе составил 14 миллионов рублей. Мы, как муниципалитет, обязаны обеспечить помывками с определенной регулярностью дома неблагоустроенного сектора. Там, где уже у нас все-таки степень благоустройства высокая, бани являются уже не элементом обязательства, а элементом отдыха, рекреации и чего угодно. Поэтому, когда здесь говорят про многодетных, из многодетных это касалось на выступлении порядка одной или двух семей. Согласившись с доводами мэра окружной столицы о том, что в первую очередь власти должны предоставить возможность бесплатного посещения бань жителям, в домах которых нет горячей и холодной воды, Александр Цибульский, тем не менее, рекомендовал Олегу Белаку проработать возможность предоставления льготы именно таким многодетным семьям. Надо предусмотреть возможность льготного, как мне кажется, предусмотреть льготное посещение бани для многодетных семей, которые живут в неблагоустроенных помещениях. Вот в этом плане так. Конечно, те, кто живут в квартирах, где есть горячая и холодная вода, наверное, баня свою социальную функцию для этих семей перестает играть. Поэтому давайте, может быть, в этом плане подумайте, как это можно сделать. При этом, подчеркнул Александр Цибульский, при определении мер социальных гарантий для граждан необходимо соблюсти принципы адресности и нуждаемости. Наринмарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества мясопродукты Юрия Назаренко. Речь идет о проектировании ликероводочного цеха в Наринмаре. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Назаренко от имени мясопродуктов в 2014 году заключил с консалтинг-инвестстрой договор на выполнение предпроектных и проектных мероприятий по строительству цеха. Цена контракта составила почти 5 миллионов рублей. Впоследствии, благодаря дополнительному соглашению к договору, она выросла до 7 миллионов. Кроме того, Назаренко подписал с той же компанией договорное изготовление и поставку мясопродуктов пилотного формокомплекта для бутылок с логотипом, орнаментом и этикеткой. Стоимость услуги по договору составила 3 миллиона рублей. Финансовые обязательства Наринмарского мясокомбината перед консалтинг-инвестстрой по обоим договорам были исполнены полностью. При этом, как считает суд, обвиняемый, во-первых, не убедился в теоретической возможности строительства ликероводочного цеха на занимаемых мясопродуктами площадях, а во-вторых, заключил договоры с подрядчиком в обход требований законодательства о госзакупках. 99,9% акций мясопродуктов принадлежит администрации Ненинского округа. В результате суд пришел к выводу, что Назаренко использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и возглавляемого предприятия. А заключение договоров, минуя законодательство о госзакупках, исключило возможную экономию на контрактах. Приговором Наринмарского городского суда Юрия Назаренко признан виновным в инклюминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск общества мясопродукты к Назаренко. С него взыскано 10 млн. 216 тыс. рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного предприятию. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде Ненецкого округа. Определены общественные территории для рейтингового голосования. Члены общественной комиссии отобрали 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Общественная комиссия по формированию комфортной городской среды рассмотрела заявки от горожан, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Напомним, всего от жителей поступило 122 предложения, 33 из которых соответствуют определению общественной зоны. Каждое предложение рассмотрено членами комиссии на предмет возможности реализации в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. По итогам голосования отобрано 11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Сейчас дело за разработкой дизайн-проектов. Какие из них будут реализованы, покажет рейтинговое голосование. Оно состоится 18 марта. На первом этапе членам городской общественной комиссии по благоустройству предстояло выбрать из 122 заявок, поступивших от горожан, те, которые соответствовали условиям проекта создания комфортной общественной среды. Таких оказалось 33. Остальные предложения не подходили по критериям или их благоустройство считалось нецелесообразным. Например, предложение о благороди территорию рядом с Гидроозером. Этот участок зеленой зоны регулярно подвергается весеннему подтоплению. А благоустройство улицы Смедовича запланировано в рамках другой федеральной программы. На общественную зону именно улицы Смедовича, на этот проект, по которому будут выделены с федерального бюджета дополнительные федеральные средства на развитие этой общественной территории. 33 оставшиеся заявки горожан также детально рассмотрели на предмет целесообразности. Так, предложение благоустроить зону отдыха в районе между Малым Качгардом и Хариверской экспедиции сочли неподходящим. Но его реализация возможна. Под организацию пешеходных дорожек и установку лавочек там можно взять грант. Не получится реализовать и желание некоторых нарьинмарцев разбить парк на месте старой пятой школы. Это место оставлено под строительство помещений для детского дома. Предполагаемое строительство коттеджей в районе улицы Меньшикова, которое сейчас отведено под огороды, также не сможет стать парком. «Это район малоэтажной застройки. Там должны были быть типа коттеджи, типа небольших двух-трехэтажных домов, соответственно со всей инфраструктурой, с дорогами, с детским садом, со всем как положено. То есть это на самом деле достаточно большой инвестиционный проект». Среди предложенных горожанами территории проектов немало интересных инициатив, достойных реализации. Например, разбить литературный парк между МФЦ и школой номер три. «Очень интересное предложение городу, парков, даже уже этому скверу придумано название «Литературный сквер». То есть, вы понимаете, предлагается обустроить со скамеечками, с памятниками писателям нашим местным, с беседочками. То есть предложение очень интересное». Для каждой из выбранных муниципальных комиссий общественных территорий будут подготовлены дизайн-проекты. После процедуры отбора сами жители определят приоритеты создания общественных мест и их оформления рейтинговым голосованием. Оно состоится 18 марта. Рядом с участковыми избирательными комиссиями установят стенды для голосования. Получивший наибольшую поддержку проект будет реализовываться в 2018 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом будут запланированы к реализации до 2022 года. Ольга Русул, Леонид Шишлов, телеканал «Север». И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Леонид Шишлов, телеканал «Вечший». Продолжение следует...